Здравствуйте, друзья! Подписчики и просто гости моего канала «Адна нога здесь, другая там». Настало время следующего путешествия, и мы уже в новой стране. Стране, которая является колыбелью западной цивилизации. Стране, где зародилась философия и много других наук. Стране, которая является родиной демократии и Олимпийских игр. Мы в этот раз в Алладе, или, как говорят в России, в Греции. Вкратце о маршруте. Ну, вообще, о предыстории, скажем, поездке. В ноябре билеты брали? Да, в ноябре. В ноябре взяли билеты где-то за 75 тысяч, по-моему, с человека туда-обратно до Афин. Сейчас билеты на этой рейс стоили перед вылетом 36 тысяч рублей за неделю где-то. Так что, хорошо взяли. Как выяснилось, кстати, на борту Aegean Airlines еще и кормят. Я думаю, прям лукос-лукос кормить не будут. Ну, как вообще, все хорошо. И вкусно было очень. Да, забронировали машину B-класса за 8 тысяч с копейками где-то месяца полтора-два назад, да? Перед тем, как визу делать. Визу, кстати, дали сегодня полгода. У меня третий шенген. У брата, кстати, да, это мой двоюродный брат Максим. Он вам знаком по поездке в Казахстан. В принципе, он до этого больше Казахстана за границей нигде и не был, кроме как в Турции во время дома месяца. Класс-то парень, кстати. Теперь уже. Так вот, а чем остановился-то? Машину забронировали за 8 тысяч с копейками, B-класс. И буквально за несколько дней до вылета я решил еще, ну, ради интереса помониторить машину. Да, кстати, сегодня 1 мая. И вот мы с 1 по 8 забронировали машину. И смотрю, уже можно арендовать C-класс за 7 тысяч рублей. Ну, еще думал, там, тысячу с копейками, конвертация валют, туда-сюда, ну, смысла нет. И буквально за день до вылета захожу на сайт, ну, который смотрит по разным конторам аренды машин. И машину можно в C-классе забронировать за 5 тысяч рублей, даже что-то меньше, там, 4 900. Ну, в итоге Тубброне отменил, взяли новую машину. Единственное, что прокатная контора находится не на самом аэропорту, а там ждет автобус и привозит, ну, непосредственно в офис, где-то километров. Ну, 10, наверное. Да, что-то быстро доехали. Вот. И все, маршрут. Жилье бронировали 2 ночи в Афинах. Это последние ночи нашего пребывания в Греции будут. И 5 ночей, где-то 40 километров севернее Афин, на побережье, в районе Олимпа. То есть не стал заморачиваться с бронежилья для визы, чтобы потом не догонять, где вдруг что-то не будем успевать. И забронировал 5 ночей в относительной близости, где-то 150-200 километров от Салоников, от Метеор, от Олимпа. Ну, и вообще там побережье с голубыми флагами, то есть очень чистое, хорошее. Вот. Единственное, что поедем мы, скорее всего, ну, практически по дороге будут метеоры. И мы, наверное, сегодня на ночь останемся в метеорах, скорее всего, в машине, потому что бронировать новое жилье особо неохота. А там нам бронь не отменяют. Сказали, вы можете остаться на подольше, но вот именно 5 ночей как забронировали, так и будет. Ну, в общем, ладно, мы погнали. А то мы, кстати, мы потеряли где-то, ну, 2 часа времени точно, потому что кто-то... А, кстати, давай не будем рассказывать людям, ну, зачем? При вылете из аэропорта Домодедова мы зашли в Дьюти-Фри и взяли, ну, на недельку бутылочку литровую Капитан Морган черного. Но кто-то при выходе из самолета эту бутылочку оставил в самолете. И в итоге мы потеряли, ну, на паспортном контроле проставили, наверное, чуть ли не час. И час стояли, ждали в этом... В пункте розыска багажа, да, что принесли эту бутылку. Уже хотела уходить, но бутылку принесли. Забыли сказать, машина, которую арендовали, это Fiat типа. У нас такой Fiat типа. С пробегом всего 4500 километров. То есть, в принципе, сели, запах новой машины, прям запах новый. Включили и пробег вообще минимальный. Так что машина новая. Ладно, все, погнали. Поехали тестировать. Ну что ж, друзья, мы проехали чуть более трех с половиной сотен километров от аэропорта Афин в сторону Метеор. Что сказать? Первые 150 километров платной дороги. Ехать можно 100-120, но за первые полторы сотни километров сколько мы денег отдали? Сейчас скажу. Ну, практически тысяча рублей. Кажется, где-то 15 евро. Да. Там участки по 3,80, по 2,80. Но не суть. Вот. Дороги хорошие. И, что сказать, вторую половину пути, когда, грубо говоря, с хайвая съехали с платных дорог, вообще какая-то глушь дикая. Какая-то деревня. Вообще ни магазин, ни работы, ничего. То ли выходной, то ли сиеста какая-то. Дома еще-таки рановато. Вот. И очень хочется есть. И спать. А, ну мы остановились сейчас, поспали еще, да, потому что самолет, рейс был в 3 часа ночи, и, соответственно, не спали. В самолете немножко только, и все. Вот. И мы приближаемся, наверное, к одной из главных достопримечательностей Греции, наравне с Афоном. Это метеором. Поехали мы до городка Коломбака, который лежит у подножия Метеор. И первым делом нашли, ну, где поесть. Довольно-таки недорогие. Да. Ну, взяли Пагира, типа, греческие шаурмы в пике за 100 рублей. Сейчас мельком посмотрим, городок так, в общих чертах. Продолжение следует... Первое впечатление о городке крайне положительное, такой тихий, уютный, куча таверн, кафешек. Сейчас, наверное, сядем в машину и попробуем до одного из монастырей подняться, доехать. Словно в переводе метеоры означают «парящий в воздухе». Место это было бы не менее, мне кажется, интересным, даже если бы здесь не было монастырей. Но монастыри придают этому месту большую значимость с историко-культурной точки зрения. Если говорить о метеорах как природной достопримечательности, то место это образовалось около 60 миллионов лет назад и было дном доисторического моря, после чего оно пересохло и дно выветривалось, и образовались такие причудливые скалы. Если же говорить о метеорах как достопримечательности с историко-культурной точки зрения, то свою историю это место насчитывает с 10 века, когда здесь начали селиться первые отшельники. И в 16 веке начали строиться монастыри в том виде, в котором мы их сейчас увидим. Кстати говоря, второй альбом Линкинг Парк носит имя этого места. А еще выяснилось, что у моего брата охренеть какая болезнь высоты. Музыка По разным данным здесь существовало то ли 22, то ли 24 монастыря. На данный момент действует 6, 4 мужских и 2 женских. Так, высота данных скал достигает 615 метров, где как раз находится самый большой монастырь Град Метеора. Самым большим монастырем комплекса является Преображенский монастырь, он же Град Метеора. И был заложен Афанасием Метеорским, где-то около 1340 года. Находится на сайте 613 метров над уровнем моря и 413 метров над уровнем города Коломбаки. А посещение монастырей, как выяснилось, возможно только с 9 утра до 16.00. Так что мы, наверное, здесь останемся и с утра посетим. Преображенский монастырь Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!